Продолжение следует... Если говорить о показателях выживаемости, то мы знаем, что плоскоклеточный рак обладает худшим ответом на противоопухолевую терапию и более низкими показателями общей выживаемости. Сначала какой-то прогресс в лечении рака пищевода появился во второй линии терапии, когда были зарегистрированы иммунопрепараты во второй линии. Исследования кинота-аттрекшн – это пембролизумаб и неволумаб, и две китайские молекулы – это камбролизумаб и тислелизумаб. Что получили в результате этих исследований? Выявлено было достоверное увеличение общей выживаемости у пациентов в трех клинических исследованиях. Скажу, что при пембролизумабе исследовались как пациенты с аденокарциномой, так и с плоскоклеточным раком. Но при этом показатели времени без прогрессирования были даже хуже в группе иммунопрепаратов по сравнению с химиотерапией. Ну а какие-то клинические результаты с точки зрения объективного ответа показали наши китайские коллеги, изучая китайские молекулы. Это в основном было на китайской популяции, то ли молекулы у них лучше, мы, к сожалению, не знаем, будут ли они у нас зарегистрированы в Российской Федерации. Либо эта группа как-то по-другому отвечает на иммунотерапию, и, возможно, у них имеется какое-то другое течение заболевания. Как выглядела парадигма лечения в 2019 году рака пищевода? Если мы выставляем метастатический рак, то это платина, содержащая схемы химиотерапии, и только во второй линии иммунопрепараты. Что мы получали в этой ситуации? Мы получали достаточно скромную частоту объективного ответа, по ряде клинических исследований до 58%, но в реальной клинической практике мы эти цифры не видим. Медиана времени без прогрессирования 4-6 месяцев и медиана общей выживаемости меньше 1 года. Но потом последовали клинические исследования, которые сделали рак пищевода, также иммуногенные опухоли, благодаря выявлению, что эти опухоли также экспректируют, обладают эпидиэлиэкспрессией. И два исследования Checkmate 648, в котором сравнивали стандартную комбинацию цистоплотина с 5-туроцилом, с комбинацией с неволумабом этой схеме, либо с комбинацией монопрепаратов и пенива. И исследование KENOT 590, где также стандартную схемию терапии по схеме ПФ сравнивали с такой же схемой, с добавлением пембролизумаба. И какие результаты получили? Я буду коротко об основных результатах. Например, в исследовании Checkmate, если брать группу с положительной экспрессией ПДЛ, то комбинация неволумаб плюс химиотерапия обладали достоверно значимым увеличением показателей выживаемости с дельтой около 6 месяцев. Комбинация EP-СНИВА. Если брать общую выживаемость у пациентов с положительной ПДЛ-экспрессией, также получено достоверное увеличение показателей общей выживаемости. Я здесь не показала, но показатели времени без прогрестирования были хуже в этой группе пациентов, так же, как и частота объективного ответа. Исследование KENOT, которое также показало для рака пищевода, там исследовались и пациенты с аденокарциномой с подскоклеточным раком, при CPS больше 10, также достоверное увеличение показателей общей выживаемости пациентов. Два китайских исследования, двух китайских молекул, синтелемаб и камрелизюмаб, уже отличались от наших привычных исследований тем, что в первой линии использовали, в основном, включались пациенты с использованием токсанов с препаратами платины. И это бы я хотела перенести эту тему на обсуждение, что мы реально используем в первой линии терапии метастатического рака пищевода. И так же в этих обоих исследованиях у пациентов, у которых была положительная PDL-экспрессия, было достоверно выявлено увеличение показателей общей выживаемости. Таким образом, благодаря исследованиям, о котором я говорила, парадигма лечения плоскоклеточного рака в 2021 году изменилась. И мы уже иммунотерапию в сочетании с химиотерапией переводим на первую линию. И в мире также рассматриваются вопросы комбинации неволумаба и эпилемумаба, хотя это достаточно спорный вопрос, но она влияет на показатели общей выживаемости. И надо понимать, что в первые 6 месяцев достаточно большая часть пациентов прогрессирует или умирает. Ну, а уже если пациенты не получали эти опыции, тогда уже можно рассматривать иммунотерапию в последующих линиях. На сегодняшний момент идет колоссальное количество клинических исследований в лечении метастатического рака пищевода. И в основном это комбинации с иммунопрепаратами и химиопрепаратов, и таргетных препаратов. Я все жду исследований неволумаба и графениба, да, при колоректальном раке какие-то результаты и при раке желудка. Что касается, наверное, более значимого достижения, которое касается лечения рака пищевода, то это, конечно, внедрение иммунотерапии в одевантный режим рака пищевода. Да, казалось бы, совсем не иммуногенная опухоль, но было проведено исследование Checkmate 577, где пациенты, которые получали стандартную неодевантную химиолочевую терапию, в последующем оперировались, и если это не получался полный патоморфоз, если у пациентов были положительные метастазы в лимфатических узлах, их стратифицировали на группу пациентов, которые получали иммунотерапию неволумабом, либо плацебо. Притом в это исследование включались как пациенты с аденокарциномой, так и с плоскоклеточным раком. И посмотрите, что получили. Время без прогрессирования в два раза выше в группе неволумаба по сравнению с плацебо. И мы видим, что большее преимущество имели как раз пациенты с плоскоклеточным раком с дельтой практически 18 месяцев по времени без прогрессирования. Выживаемость без отдаленных местостазов точно так же была достоверно выше именно в группе неволумаба. Но надо понимать, что есть определенный нюанс. В групповом анализе было показано, что эти преимущества неволумаба в той группе пациентов, которые имеют PDL-экспрессию с CPS больше 5. Также большое количество исследований идет в неодевантной терапии. И иммунотерапия на сегодняшний момент тоже много исследуется в неодевантном режиме, но результаты мы ожидаем позже. Ну а теперь переходим к раку желудка. Я хочу начать доклад о раке желудка с вопроса. Перед вами пациент 55 лет с положительной экспрессией PDL, CPS меньше 5, HER2 отрицательный. Какую тактику лечения выберите в первой линии терапии? ЕЦИ-ХФЛОТ, трехкомпонентный режим, комбинацию НИВА, КСИЛОКС, ФОЛФОКС, ПЕМБРА, КСИЛОКС, ФОЛФОКС, комбинацию ИПИ-НИВА или двухкомпонентный режим КСИЛОКС или ФОЛФОКС. Уважаемые коллеги, запущено голосование. Голосуйте, пожалуйста. Голосование продолжается. Голосование НИВА, КСИЛОКС, ФОЛФОКС, КСИЛОКС, ФОЛФОКС. В этом случае 20% назначат просто двухкомпонентную схему. Хорошо, о результатах я потом расскажу. Приблизительно сведу свою линию доклада именно в ответе на эти вопросы. Какие существуют на сегодняшний момент факты? Химиотерапия увеличивает показатели выживаемости при раке желудка. Она позволяет контролировать симптомы заболевания. И комбинированная химиотерапия лучше, чем монотерапия. Пожилые пациенты старше 70 лет однозначно выигрывают от проведения химиотерапии. и ослабленным пациентам можно начинать лечение с редуцированного дуплета. Исследование, которое уже докладывалось, по-моему, в 2019 году на ЭСМО, в котором в одну группу пациентов, которые могут получать химиотерапию, исследовали стопроцентный ОКСКАП, 80-процентную дозу ОКСКАП и 60-процентный ОКСКАП, это пациенты старше 70 лет или ослабленные пациенты. Было показано, что показатели общей выживаемости независимы от дозы химиотерапии, которые мы вводим этим пациентам. Другая подгруппа уже в этом году, анализ был произведен в 2021 году, это подгруппа пациентов, которые мало подлежали лекарственной терапии. И вот части из них сделали 60-процентную дозу ОКСКАП, а другие пациенты просто направились на симптоматическое лечение. Так вот, на 40% редуцированная доза комбинированного режима значимая имела преимущество в показателях общей выживаемости пациентов, поэтому, в принципе, этих пациентов все-таки нужно лечить, особенно нелеченных. Что касается метастатической, продолжаем с фактами о первой линии метастатического рака желудка. Мы знаем, что оксолеплотин может быть заменить на ацисплотин, капицитабин в ряде исследованиях показал более высокую эффективность по сравнению с торуроцилом, и триплет увеличивает токсичность без улучшения выживаемости. На сегодняшний момент эпирубицин вообще ушел из схем лечения, но по поводу триплетов все-таки остаются вопросы. Достигли ли мы прогресса в лечении метастатического рака желудка? Да, мы уже знаем, что бестапотифкея – это хуже, чем химиотерапия однокомпонентная, хуже, чем двухкомпонентная, но наибольшие результаты мы достигли тогда, когда мы нашли мишень в лечении рака желудка, это экспрессия HER2, и тогда, когда мы ввели иммунотерапию в лечение рака желудка. Первая линия терапии с исследованием с неволумабом по аналогии с терапией рака пищевода сравнивали неволумаб с химиотерапией ксилокс или фолфокс, только с химиотерапией ксилокс или фолфокс, и еще одна группа Нивы ИПИ сравнивали с химиотерапией. Показатели общей выживаемости в группу Нива плюс химиотерапия были достоверно выше по сравнению только с химиотерапией, особенно у пациентов с PDL больше или равной 0,5. Выживаемость без прогрессирования также оказалась достоверно выше, особенно в группе с PDL больше 5. И мы понимаем, что мы можем достичь частоту объективного ответа на 15% больше благодаря добавлению иммунотерапии к химиопрепаратам, чем если мы только назначаем пациентам химиотерапию. Но опять же есть один нюанс, и это есть рекомендация, что эту комбинацию химио-иммунотерапии мы назначаем только пациентам с CPS больше или равной 0,5. Синтелемаб – тоже китайская молекула, не могу о ней сказать, потому что и в ЭСМО посвящен был целый доклад. Тоже сравнивалась такая же комбинация химиопрепаратов с синтелемабом или с плацебо. Также показали увеличение общей выживаемости и времени без прогрессирования. Эти изменения были достоверны. Опять же, у пациентов CPS больше или равной 0,5. Вот исследование с пембролизумабом, к сожалению, не очень показало увеличение показателей выживаемости, даже при CPS больше или равной 10. Но мы ждем еще одно исследование, которое еще до конца не опубликовано, не завершено. ХЕР-2 – положительный рак желудка. Определение ХЕР-2 является уже стандартом в диагностике рака желудка. И ряд исследований, которые показали достоверное преимущество добавления антихЕР-препаратов к различным линиям терапии рака желудка. Но из новшеств, что в 2021 году, тростозумаб-дерукстикан против стандартной химиотерапии у пациентов, ранее получавшие антихЕР-2 терапию. Ну и комбинация иммунопрепаратов плюс тростозумаб с химиотерапией в первой линии метастатического ХЕР-2 положительного рака желудка. Исследования с тростозумабом-дерукстиканом, пациентов, которые ранее получали лечение, достоверное увеличение общей выживаемости и беспрогрессивной выживаемости. К сожалению, мы не знаем, когда этот пациент появится в доступе, и особенно в доступе в системе ОМС в нашей стране, потому что стоимость его, даже, насколько я знаю, гораздо больше комбинированной иммунотерапии. Но надеюсь, что это время наступит. Что касается пембролизумаба с тростозумабом плюс химиотерапия, по сравнению с тростозумабом плюс химиотерапия. Окончательные результаты еще неизвестны, но это раннюю регистрацию получило это исследование, и эта комбинация уже есть в НССН. Почему раньше зарегистрировали? Потому что, если посмотреть на частоту объективных ответов, то она составляет почти 75%, что на 20% выше, чем просто комбинация тростозумаба плюс химиотерапия с медианой длительностью ответа около 11 месяцев. Еще одно исследование – это эпилемумаб или фолфос с комбинацией с неволумабом или тростозумабом. Здесь тростозумаб плюс неволумаб плюс эпилемумаб сравнивался с тростозумаб плюс неволумаб плюс фолфокс, то есть схема с химиотерапией и без химиотерапии. И очень интересно получилось. Если посмотреть на всю тенденцию, то обязательно использование в лечении рака желудка химиотерапии. И только иммунотерапия не работает, то есть важно комбинировать различные препараты, чтобы обязательно в схеме были химиопрепараты. И мы видим, что уже 12-месячная выживаемость на схеме тростозумаб-неволумаб плюс фолфокс 70% с медианой, приближающейся уже к 2 годам. А время без прогрессирования дельта 7 месяцев в пользу комбинации тростозумаб-неволумаб плюс фолфокс. Таким образом, на сегодняшний момент положительная терапия херп-2 положительного рака желудка уже выглядит как в первой линии возможно использование тростозумаб-антипедиадин плюс химиотерапия. В последующих линиях тростозумаб-дерукстикан. Однако возникают до сих пор вопросы, каким образом иммунотерапия повлияет на микроокружение опухоли и эффективность последующей линии, какой же вариант лечения будет лучше для конкретного пациента. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...